звуковой сигнал к началу записи всем большой привет и рада приветствовать вас на своем канале давненько мы с вами не виделись получается два месяца как я и думала да мои видео выходят раз два месяца но я уже объясняла с чем это связано по крайней мере за два месяца мне находится что вам показать что рассказать нежели как раньше за месяц то вас ожидается собственно говоря в этом видео я хочу вам показать свои текущие процессы хочу показать два финиша и также я решила в этом видео показать покупки подарки потому как планировалось отдельное видео я помню об этом говорила но произошли кое-какие изменения и соответственно я решила объединить это все в одно в одно видео об этом я расскажу позже она наверное ближе к концу я также пару слов скажу о книгах о том что я читала этим летом что мне очень понравилось так сказать некие рекомендации от меня прежде чем я покажу вам что я хочу показать наверное пару слов до том как прошло наше лето я по мужик когда-то говорила но я повторюсь что каникулы в норвегии они не такие большие как в россии они начинаются где-то середины июня даже может быть в двадцатых числах июня и заканчиваются в середине августа то есть грубо говоря практически два месяца всего эти каникулы и в начале июля мои дети вместе с их папой поехали кататься по европе их не было практически три недели хоть мы договаривались на 2 ну как бы ладно сейчас будем подписывать договор в общем они там колесили по разным городам странам им в принципе понравилось ну конечно же они очень скучали я естественно тоже но я как бы старалась не зацикливаться на этом и собственно уделяла время себе и в том числе и вышивки после когда они вернулись я взяла отпуск небольшой две с половиной недельки мне захотелось провести его со своими детьми и да и в общем если честно отдыхнуть от работы и насладиться летом хотя признаюсь честно в этом году в норвегии лето не очень такое выдалось прошлом году она была получше если говорить в плане солнечных дней и вообще температуры в целом да вот потеплее потому что ну когда летом ты одеваешь пальто наверное это о многом говорит но тем не менее нам давались теплые денечки мы гуляли мы ходили в горы кормили козочек этим летом мы несколько раз катались на каяках по озерам мне очень понравилось и я бы хотела как-то в этом углубиться может быть да на какие-то длительные туры хотя есть конечно некие сомнения но тем не менее мне это очень понравилось это было увлекательным и мы с удовольствием всем втроем катались здорово что вот эти лодочки не как раз рассчитаны на троих людей как собственно я и мои дети вот самым наверное выдающимся событием которое случилось это то что мы слетали в лего лэнд в данию я обдумывала рассматривала это путешествие мне хотелось безусловно порадовать детей и конечно же себя потому что я тоже в принципе люблю лего и побывать вот в некой такой стране посвященной лего да где все из лего это было очень увлекательно это было восхитительно вот честное слово и если вы любите лего то вам безусловно стоит побывать в подобных местах лего лэнд он не только в дании я слышал есть и в дубае и возможно где-то еще по финансовым возможностям по желанию ну я конечно рекомендовала там побывать это очень здорово это очень классно и я не знаю мне кажется что мы это запомним надолго это находится в городе билунт и он такой небольшой городочек такое ощущение что там вот все в этой лего тематики там отели которые собственно практически не то что не из лего но там вся тематика ковры какие-то фигурки и так далее все это из лего ну и конечно же сам лего лэнд просто потрясающий там как качели карусели то есть вы платите за вход и вы можете собственно говоря всем пользоваться кататься сколько хочешь на чем хочешь кроме одного аттракциона там какие-то такие машинки мини город дороги светофоры и так далее вот там было платно но мы не стали участвовать и так в принципе достаточно потратились и и так в принципе было достаточно что посмотреть на чем покататься на некоторых аттракционов которые нам очень понравились мы катались по нескольку раз до народу было много много туристов само собой и большие очереди на каждый аттракцион но ничего страшно мы все отстояли всем дружненько вместе все было хорошо все было просто замечательно мы провели там два дня смысле вся эта поездка она растянулась на два дня но это было очень классно по бюджету это конечно весьма не бюджетное удовольствие занять эту автологию общем я за два дня потратила все свои отпускные деньги но я ни о чем не жалею потому что она того стоило честно могу сказать и собственно вот раз выпала такая возможность то я ее конечно же осуществила и сделала такой подарок своим детям вот так же мы прокатились на электричке я их прокатила такое было мини путешествие в соседний городочек там мы поднялись на гондоле вверх на гору спустились полюбовались погуляли была очень хорошая погода прямо такая летняя теплая местами даже жарковатая я стараюсь как могу да я как мама для своих детей стараюсь делать различные вещи тем самым показывает любовь помимо вот такой до любви которая присутствует в объятиях в словах в поддержке и так далее вот но я уже наговорила на 8 минут кошмар какой ну да есть такой побочный эффект когда ты редко снимаешь что накапливается накапливается информация до будем исправляться другой момент да то что коснулась блокировки youtube а территории россии и я безусловно знаю всю эту информацию я не собираюсь свои видеоролики выкладывать на каких-то других площадках вы видите что они так в принципе редко выходят и пока есть интерес пока есть запал и пока есть все-таки некая востребованность в этом я их буду выпускать дальше будет видно смотря на такие изначально громкие возгласы по поводу блокировки ютуба что все да как лица лавочка прикрыта я вижу что девочки из россии выкладывают видео значит не все так плохо вот и как сказали мои подружки из телефона смотреть можно то есть затруднения вызывает именно просмотр с компьютера поэтому ну как говорится пока что не все так ужасно как казалось и ну возможно опять же что-то изменится в лучшую сторону в общем это я тоже сказала и давайте наверное все перейдем уже к вышивке 10 минут ужас какой ну если что я постараюсь поставить там коды в этом место чтобы перемотать мою болтовню так давайте начнем с текущих процессов и как вы догадываетесь это у нас грибы грибы съедобные несъедобные от савиного леса собственно вот у нас подписано что это съедобная серия и она кстати вот тоже собственно говоря закончилась то есть мы отшили все восемь съедобных грибов ну понятное дело не которые существуют в природе которые именно разработаны для данной схемы на этапе прошлом были вышиты вот эти три и у нас получилось 5 это у нас сыроежки лисички волнушки вот волнушки для меня наверное было некое такое открытие маслята и сморчки забавное конечно у них название я и своего детства помню мышата такие маленькие серые грибочки но в жареном виде они очень очень вкусные их к сожалению здесь нет но ничего страшно плане вышивки все очень хорошо все очень легко и просто за исключением вот этой вот верхней рамочки с грибочками почему-то она мне как-то далась не так уж быстро и легко хотя ну вроде бы да ты так смотришь ну ничего здесь сложного нет но вот это то что я заметила по отшиву примитивных схем вот некое такое коварство вот этих вот рамочек потому что здесь допустим да надо чуть-чуть этого цвета чуть-чуть другого здесь одиночные крестики в сердцевинках вот этих цветочков и соответственно это да уходит время на закрепку нитей и отчасти это тормозит процесс плюс как-то почему-то она мне не далась вот так вот легко как отшив самих грибов не знаю может какой-то этап жизни в общем я последний предпредпоследний этап то есть нам давались вот эти грибы остаток рамочки и вот целиком вот эта рамка я его за очень долго растягивала и сейчас на дня 4 хотя можно было справиться конечно гораздо быстрее ну вот шло с небольшим скрипом так сказать но безусловно я это закончила и замкнула замкнула эти рамки поэтому дальше нас уже ждут несъедобные грибы конечно в парочку вариантов да можно сказать ты уверен наверное наверняка будет поганка мухомор да и собственно все мои познания в несъедобных точнее ядовитых грибов да может быть есть какая-то разница несъедобные и ядовитые в общем посмотрим что нам покажется винный лес пока что даже не присылался этот этап потому что еще время не пришло но то что вот готово на сегодняшний момент я вам показываю это собственно вот за два месяца да вот были присыл на эти этапы этап высылается в две недели и их мы спокойно вышиваем я довольна мне все нравится есть уже знаете такие наметки плане оформления потому как вряд ли это пойдет оформление в багет стандартную раму я не найду оказывать рамку в багет не знаю у меня как бы мысли сделать из этого подвесное панно возможно знаете найти какую-нибудь палочку корягу чтобы из нее сделать подвес и в плане того вот чтобы обработать края я уже так себя подготавливаю что я просто буду это делать вручную за не менее машинки да это скорее всего будет долго но относительно опять же но в общем надо попробовать надо попробовать может быть еще какие-то подключу сюда кружева опять же пока не заходила в рукодельный магазин и ничего не подбирала потому что надо посмотреть что будет в нижней части да и там уже потом как-то ориентироваться ты попрос найти не было времени заходить в рукодельный магазин и так столько трат столько трат в плане статистики да опять же эта информация буквально пару секунд для тех кому интересно как вы понимаете половину я отшила даже 52 процента и за вот эти два месяца у меня отшилось четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь крестиков вот это все что вы должны знать в плане статистики по этому процессу и еще один процесс которому я уделила время это ты кого от лука с напоминаю их итоговый вариант это что у меня на данный момент я их не распяли вала потому что собственно вы видите что еще работа не закончена на этом этапе и как-то ну нет смысла туда-сюда тягать пяльца уж как есть отшила я зеленую тыкву как я собственно и планировала и даже вот перешла на саму столешницу в таких серых оттенках и как вы видите да я оставила специально вот эти просветы листвы мне мне нравится этот момент когда ты потом будешь вот эти пустоты заполнять что-то в этом есть это знаете как какой-то пазл на части вышивка она же так вот и есть да то есть это крестик крести крестику кусочек кусочку и получается полноценная картина что хочу сказать схема легкая просто здесь наверное вопрос именно в том что она большая и объемная а так вышивать сплошное удовольствие тыкву я вышивала только в августе потому что в июле я вышивала другой процесс об этом чуть позже и как-то август у меня выдался наполовину вышиваем то есть реально где-то половина августа и я не вышивала не было такой возможности вот и собственно эту тыкву я вышивала всего 9 дней но за 9 дней прогресс в крестиках получилось 5075 и это уже 28 процентов от всей готовой работы мне кажется это очень хороший результат то есть это в том плане что вы можете оценить легкость этой схемы насколько все-таки здесь легко и просто но несмотря на конечно же количество крестиков тем не менее никакой сложности нет может быть немножко да будет достаточно ну как помню как помню достаточно много оттенков зеленых для вот этой листвы но тем не менее как-то особых я не знаю претензий у меня к этому нет вот я вам покажу поближе напоминаю что я вышиваю на мурана крестики ну и конечно вот эти не зашиты участки ну прям читается по ним что здесь будет листочки помочь им здорово вот куда я буду двигаться дальше я не знаю понятное дело что я выше вот эти листья возможно я пойду на право вот этой тыкве куда этой стрекозе ну в общем на конкретно вот этот угол не знаю не знаю но больше склоняюсь к этому хотя все может перемениться и мне возможно захочется отшивать вазу и тогда я пойду налево в общем да какие мы девочки неопределенно непостоянным шутка но я думаю дальше будет видно куда я пойду что буду отшивать и собственно в следующем выпуске да мы с вами увидим продвижение но то что я буду отшивать тыквы это скорее всего точно сейчас я предлагаю вам немножко прерваться и посмотреть пополнение моих запасов собственно говоря здесь есть часть подарков и часть покупок в основном я покупала схемы и один набор а здесь собственно подарки прежде чем перейти к этой стопке хочу вам показать домик для моих ножниц и на самом деле это подставка для кисточек в акварельном отделе но когда я ее увидела меня мелькнула мысль что здесь же ножницы очень хорошо поместится и так получилось и даже есть вот еще два пустых отверстия может быть если мне что-то приглянется из ножниц я себе приобрету я недавно купила вот такие ножницы на алиэкспресс очень классно мне очень нравится они остренькие удобные для палец и вот сам такой бронзовый оттенок мне очень понравился и и вот этим я еще купила здесь у них есть защитный наконечник потому что кончик очень остренький тоже отлично режут но пока я храню их так мало ли ему как-то мне понадобится не знаю где-то в путешествии хотя вряд ли но в том плане что такие ножницы я бы в путешествии не взяла я вызвала что-то поменьше вот давайте перейдем к наборам это наборе получила в подарок от своей местной подружки нам просто случайным образом оказалась в каком-то туристическом магазине у нас здесь когда она каталась со своей семьей и и понятное дело что она знает что я вышиваю и когда она увидела вышивку у нее сразу мелькнула в голове мысль обо мне она увидела вот этого тролля девочку скорее всего и решила купить мне в подарок конечно схема ада забавная и примитивная в плане оттенков вы видите какой у девочки интересный румянец и загорелые пятна вот в плане палитры здесь ну палитра яркая палитра хорошая вот я не уверена если честно буду ли я это отшивать но как такой да подарок сувенир почему бы и нет у меня изначально мелькнула мысль что можно это вышить вообще на пластике но опять же насколько это мне нужно будет отшить ну может быть опять же да в знак благодарности и на память но пока что это вот полежит у меня в запасах просто как такой милый забавный набор следующее я решила себя в одной из закупок на 1-2-3 стич порадовать набором от мил хилл вот такой замечательный летний потрясающий подсолнух артикль вы видите на экранах если кому интересно мне очень понравился и очень понравилось сочетание цветов вот очень такая симпатично выглядит вот эта рамка с такими вот бордово-зелеными но приглушенными оттенками мне очень нравится и вот сам подсолнух на синем фоне тоже очень хорошо выделяется в плане вот пришивного элемента вот этой божьей коровки в оригинале она здесь немножко другая я по этому поводу не расстроилась мне кажется что это тоже вполне симпатично ниток достаточно много такой увесистый пучок очень красивый цвет перфорированной бумаги пока что я не думала над тем вышивать в оригинале или заменить на основу но тем не менее очень красивая бумага 3 пакета бисера в общем все как обычно из вот этих кстати представленных наборов мне понравился вот этот осенний осенняя корзинка очень такая интересная ну я пока не планирую покупать тем не менее так просто знаете иной раз смотришь ну да вот это мне понравилось ну и как бы и идем дальше подарок от которого я была в шоке вот не убавить не прибавить это то что я не ожидала наверное никогда получить в подарок я думала что когда-нибудь я этот набор куплю себе сама хотя конечно по хорошему его надо было купить я не знаю сколько лет назад цены на него безбожно растут и собственно по этой причине по причине его дороговизны я конечно была в шоке когда я его получила в подарок от Любы из Москвы которая уже давным-давно не снимает видео но тем не менее мы продолжаем общаться и она решила меня удивить вот я не знаю другого слова и подарить вот такой набор отцевиного леса Атлантида это просто невероятный подарок я очень его хотела мне очень хотелось вот хоть один какой-то набор отцевиного леса в оригинале оригинальными нитками да вот в этой вот коробочке в которой там еще будут магнитики схема, ткань мне это безусловно хотелось попробовать но повторюсь я думала, что я подобный подарок сделаю сама семье но меня опередили и я этому очень-очень рада как вы видите здесь морское царство подводное простите подводное царство есть издания какие-то интересные осьминоги морские коньки вот эта большая медуза практически по центру рыбки и всякие какие-то другие элементы мне кажется что это будет вышиваться интересно ну и в общем мне кажется впечатления должны быть хорошие и я только на это и рассчитываю что при отшиве я буду получать только очень хорошие впечатления эмоции пока что я его тоже не начинала но я в принципе ничего не начинала в планах я его так не ставлю но возможно скорее всего это войдет в планы на следующий год либо знаете я думала что если получится тоже выбраться куда-нибудь на курортные моря как это было в прошлом году осенью то я бы наверное его взяла именно с тем посылом чтобы начать где-то на курорте вот но пока что я никуда не планирую поэтому ну и старт собственно его откладывается но возможно с вероятностью в 50% я буду отшивать его в следующем году потому что тогда все может меняться наше желание предпочтение вышивать здесь и сейчас конкретный сюжет это все ой меняется так быстро что конечно же мой список планов который был на этот год он ну так сказать провалился но да ладно и еще один подарок который я получила давным-давно на свое день рождения зимой от света из Финляндии это вот такой овен вы простите это овен чародейка зима такой достаточно белоснежный с местами красного пейзаж конечно да здесь белым очень много вышивается вот эта вся дорога заснеженная ну и понятно снег на деревьях на крыше это все отшивается белым по белому крестиком ну вот задний фон серый он вышивается с полукрестом у меня была идея взять допустим муранус люрексом потому что здесь в оригинале тоже 16 аида и вот белый снег который по крайней мере на дороге его не вышивать вышивать только вот эти вот серые прожилки еще в каком-то видео где девушка обсуждала дизайны которые ей не нравились она включила в эту подборку этот дизайн и она предположила что было бы неплохо его по крайней мере преобразить до квадратного состояния в принципе в этом тоже что-то есть насколько это получается квадратным вот поэтому такой вариант мне тоже нравится и я думаю что к моменту когда я захочу его отшивать я обдумаю вот озвученный мой ранее вариант на муране с люрексом либо вообще превратить эту вышивку в квадратную да вот будет как раз 20 на 20 подойдет под стандартную рамку и вот такой замечательный магнитик с чайкой ко мне тоже прилетел чудо чудесное я не знаю где я его света взяла вот но мне очень-очень нравится спасибо это то что касательно наборов вот и сейчас я покажу схема которую я заказала их немного их всего 5 да я себе взяла в пополняшке иголки 28 размера в принципе ничего в них такого нет да единственное что джон джеймс кладет 5 иголочек анкор кладет 6 вот единственная забава ну такая в кавычках все вы давно знаете что с этого сайта нельзя заказать нити дмс но как оказалось я не могу заказать иголки дмс потому что они тоже попадают вот в эту категорию невысылаемых товаров и вот даже иголочки я не смогла заказать дмс но как бы я не расстроилась ничего страшного я нашла другую альтернативу джон джеймс в принципе я люблю очень хорошая фирма про анкор ну наверное вряд ли можно сказать что-то плохое пока что они у меня в упаковке я в принципе сейчас очень часто использую 26 иголки но 28 также хороши при ачиве бэкстича либо как во мне для очень мелкой основы то есть это 36 и 40 лен в частности вот поэтому я решила пополнить запасы потому что 28 у меня оказалось что-то очень-очень малый иголок и периодически ушко как-то ломается натяжение нити бывает из-за нити обдевателя поэтому я их купила давайте перейдем к схемам что я тут себе заказал значит это у нас handsome design says the day вот такой вот кораблик как вы видите с угловатыми рыбками с такими ромбовыми волнами ну в общем как полагается все для примитивного дизайна вы видите даже здесь вот есть солнышко и облака ну прелесть понятное дело что это на любителя тем не менее эта схема мне понравилась она была недорогая я решила ее себе взять здесь кстати идет как бы в комплект схема для вышивки игольницы но мне кажется это все настолько примитивно и просто ну как бы ладно спасибо я ее думала вышивать на одну из своих коробок шкатулок для процессов у меня был уже один такой опыт одна шкатулка так оформлена мне нравится и вот я думаю как раз ее тоже вышить на какую-нибудь такую коробочку небольшую потому что сама вышивка будет небольшая здесь только эта схема то есть так я вам по крестикам не скажу но она реально небольшая даже если брать 27 линду что-то будет очень очень небольшой ну в общем подберем под нее какую-нибудь коробочку дальше схема это Christmas Cat от Barbara Anna Design я еще не вышивала ничего от Barbara Anna и когда я в рекомендациях увидела вот эту кошку а я в принципе чтобы вы знали если вы до сих пор не знаете я кошатница с самого рождения у нас всегда были кошки в доме и собственно когда я стала жить одна отдельно простите отдельно от своей мамы ничего не поменялось вот поэтому конечно кошачья тема мне близка и когда я увидела вот эту рождественскую кошку мне захотелось приобрести эту схему потому что здесь все отвечает вот этой рождественской тематике видите что у нее в одной руке елочка с такой с огроменной звездой как по мне в плане пропорций в другой руке у нее в горшочке пуансетти и ее вот это такое шикарное пышное платье из каких-то да там 18-х веков оно вот расшито такой же вот как это сказать тематикой рождества то есть это дома в снегу он к ним идет санта клаус дедушка мороз падают снежинки которые могут его прибить если честно и вот всякие палочки пряничные человечки сердечки ключики да вот как игрушки такие здесь присутствуют в общем такая милая схема мне она понравилась хотя смотрите какой у нее широко расставлены ноги ну видимо просто для равновесия чтобы вот это все на себе удержать конечно ножки должны быть расставлены получается да на ширине плеч если не больше еще одна схема hello spring вот какой-то тины модернист мне понравилось здесь сочетание как вы видите на темно-синей основе здесь понятное дело на аиде вот эти яркие оттенки желтые зеленые розово-красные меня подкупило вот как раз таки вот это сочетание и скорее всего я его повторю потому что на такой основе это как-то смотрится более ярко более по-весеннему да как раз вот ну и здесь элементы басхи как мы видим и цыплята и яички и кролики ну и вся она какая-то такая весенняя яркая призывает к тому что вот пробудиться после зимы и насладиться цветами которые будут распускаться вот она тоже была недорогая по-моему ну по вот этим меркам я не знаю конечно как судить 8 долларов может быть да нет нормальная цена поэтому я ее себе тоже в подарок взяла хэллоуинское окно я когда увидела эту схему ну можно сказать да это была любовь с первого взгляда я для себя ее сразу отметила я внесла вишлист и вот при последующем заказе я решила ее себе заказать мне она очень понравилась вот именно сочетание да она может казаться немножко морочноватой из-за как раз вот этого окна такого серого металлического да как бы кованого вот что-то такое обшарпе немножко опять же эти тыквы но вроде как все равно это ну не сказать что это мило выглядит но это выглядит интересно как по мне и вот что-то в этом сочетании есть и мне понравилось я не вижу здесь знаете вот такой прям какой-то мрачной тяжелой картины угнетающей то есть она да хаунская тематика но тем не менее мне понравилось вот все что вы должны обо мне знать мне такое понравилось у этого дизайнера были еще какие-то окна но вот все они скажем так проигрывают в плане выбора моего на то время вот мне понравилось очень-очень это окно я его присылала Яне из Аргентины мол смотри что я себе купила она конечно тоже была в восторге и вроде как знаете здесь напрашивается какая-то цветная основа но мы с ней подискутировали в том плане что может не подойти потому что вы видите что внутри идет зашивка полукрестом и довольно-таки да как бы в центре все светло и потом немножко потемнее да то есть здесь как имитация каких-то занавесок тюли возможно да вот чего-то такого и скорее всего какая-то цветная основа она может в данном случае быть проигрышной либо как вариант это частичное окрашивание то есть чтобы центр оставить светлым а по бокам уже как-то окрасить посмотрим но вот мне нравится мне нравится как это выглядит на схеме отшивок я не видела и думаю что вот когда я это тошью меня результат не разочарует и последняя схема это тоже сезидей ну есть вопросы как говорится почему я выбрала эту схему потому что видите сколько здесь чаек это относительно новинка и когда я ее увидела ну конечно да она у меня откликнулась потому что здесь столько чаек они вот в этом полете плюс здесь есть маяк опять же да какие-то ракушечки дельфинчики якоря ну как-то вот интересно на мой взгляд мне показалось да это примитивно плюс видите здесь всего два оттенка то есть подобрать их не составит никакого труда единственное что оттенок фона бежевый мне как-то не очень зашел да возможно это отвечает именно вот этой тематике примитива и видите что здесь ну как будто оно все такое немножко блеклое не сливается с фоном но тем не менее прямо такой четких границ нет но я захотела чтобы это как-то выглядело поинтереснее и поэтому я подобрала вот такую основу то есть мне захотелось знаете это увидеть как грозовое небо ну вот что-то вот в таком плане и конечно же на таком оттенке вот эти чайки белые они будут здесь очень конечно же хорошо выделяться здесь есть разводы простите я вас я вас толкнула вот и что это у нас это у нас 18 аида я единственное что может быть немножко ошиблась с размером но я потом еще раз посчитаю в том плане что итоговый размер он не очень большой может быть стоило все-таки взять 16 я еще подумаю как бы основа в принципе интересная она не пропадет и момент с вот этой надписью что она скорее всего здесь будет сливаться я думаю ее вышивать каким-нибудь оттенком красного или бордолого и в плане основного брать не белый не пепельно белый а взять возможно какой-нибудь молочный тот же 38 65 чтобы он немножечко был такой тепленький не вот этот выбеленный белый мне кажется с ним будет уж как-то очень ярко на таком темном фоне они прям будут светиться мне кажется эти чайки а вот немножко их приглушить молочным оттенком будет смотреться очень хорошо я когда получила эту схему у меня в какой-то степени чесались руки я думала отложить все поменять опять да свои намеченные планы если вы помните я хотела 5 процессов довести до конца ну до финишного конца и в идеале до конца этого года и собственно я прикидывала что если вышивать только их не отвлекаться ни на что то у меня это вполне получится я уже была готова поменять свои планы и начать эту работу но произошло некое событие которое ну как бы охладило мой пыл в плане стартов наверное так сказать собственно причина почему это видео не вышло отдельным да потому что я должна была вам показать еще наверное порядка семи наборов и какие-то еще рукодельные вещи которые летели ко мне в посылке от моей мамы в качестве подарка и в этой посылке находились подарки для моих детей наборы лего конечно же фанаты лего мы уже не знаем куда их ставить сладости и то что не должно было случиться и то что до сих пор вызывает вопросы недоумение это тот факт что посылка потерялась и она потерялась понимаете не на моменте перелета из страны в страну она потерялась в Бергене сами вы знаете что у каждой посылки есть трек номер по которому можно отслеживать ее передвижение и вот последнее последнее местонахождение это когда она прибыла в Берген в сортировочный пункт где потом уже по районам их развозят дальше и вот на этом этапе она потерялась чтобы вы понимали это была посылка 11 килограмм довольно таки большая коробка и она еще находилась в белом мешке ну такие правила отправки по крайней мере из Крыма вот то есть это не какая-то маленькая посылочка там с того же Алиэкспресса которая могла ну просто случайно где-то затеряться выпасть и так далее это достаточно такая большая посылка тяжелая и опять же чтобы она как-то незаметно где-то выпала но я не знаю это как надо постараться ее потерять мы забили тревогу не сразу получается очень интересно оповещение что почта России маме сообщила да опять же по приложению что посылка доставлена у меня же в моем приложении посылка на тот момент она только пересекла границы с Норвегией то есть она еще прям не доставлена она не была даже доставлена в мой город мы такие ну хорошо это в принципе такая частая практика что почта России чуть раньше отмечает да что посылка доставлена все выдыхайте вот я такая ну у нас в запасе пару дней а в итоге я отслеживаю эту посылку все она в Бергене ждем ждем и тишина то есть она дальше никуда не двигается она не появляется на моем пункте выдачи да в торговом центре ну как-то странно то есть когда проходит несколько дней как бы вопросов нет ну когда уже прошла практически неделя тут как-то так волей-неволей задаешься вопросом а что случилось и в общем да мы стали связываться с почтой объяснили ситуацию ее стали разыскивать я предоставила всю возможную информацию да предположительные фотографии благо сохранились фотографии с прошлых посылок да то есть я высылала примерно как это выглядит как выглядит этот мешок что внутри да было посылки то есть мало ли если там как-то мешок разорвался и так далее да допустим упаковка испорчена но вот внутри конкретно вот такие товары все прилагалось фотографиями да ну вы понимаете в общем они вели якобы это расследование эти поиски но в итоге через несколько дней они мне сообщили что мы не можем к сожалению найти эту посылку я у них спрашиваю говорю вы общались с водителем да куда он отвез как это вообще как вообще могло это произойти как ее можно было потерять на конкретно этот вопрос мне не дали ответа вот то есть они тоже как в неком таком замешательстве и что тоже да так забавно в кавычках что они начали перекладывать ответственность на почту России в том плане что вот пусть отправитель свяжется там тра-та-та в плане компенсации я назвала это перекладывание ответственности я им так и писала я говорю при чем здесь почта России если как и в прошлые разы она доставляет посылку до границы Норвегии и дальше уже в Норвегии работает норвежская почта так сказать норвежская доставка то есть это не было какими-то частными перевозками там тоже ДХЛ нет это было вот обычной почтой как и было в предыдущие разы вот ну они опять же извинились и это пожелали удачи так сказать грустно на самом деле очень грустно мне очень обидно за маму я думаю вы понимаете разделяете чувства да наверняка многие из вас тоже отправляют различные посылки с подарками там своим друзьям или близким и вы можете понять насколько это неприятно когда посылка которую хотели порадовать своих внуков да и своего ребенка вот так вот теряется и ладно там ну тут фу если бы так было раз из раза а до этого было все нормально и мама в принципе она высылает посылки два раза в год то есть на Новый год подарки и вот летом потому что у меня дети летние она как бы и им высылает подарки ну и там между делом и мне да если что-то нужно и конечно и ей это очень неприятно и обидно и меня от этого очень жаль да как бы за нее потому что ну как бы наборы ладно то есть жалко конечно но как бы мне есть что вышивать да как вы видите я и покупаю и в запасах достаточно много то есть нет такого что а блин мне теперь нечего вышивать да как будто я на необитаемом острове то есть дело не в этом а просто сам факт что вот так вот она испарилась получается да и такое может быть как бы от этого грустно от этого обидно понятное дело мама говорит что пусть это будет самая большая потеря конечно да но тем не менее очень обидно за нее и я даже на это знаете на момент когда начались вот эти поиски расследования и я дала себе эскезу что я не буду ничего начинать до конца года то есть я буду вышивать только свои начатые процессы лишь бы нашлась эта посылка вот поэтому собственно я не начала эту схему ну и как вы видите это не помогло вот потому что скорее всего уже дело замяли да посылку не нашли и все тем не менее у меня как-то отрезало по крайней мере на данный момент я не хочу ничего начинать то есть у меня нет вот этого прям зудящего такого желания как это бывает да вот начать ту или иную схему или набор да и вот с кайфом с удовольствием его тут же вышивать вот этого желания у меня нет у меня есть желание продолжать начатые процессы что собственно вы видели в предыдущем кадре вот наверное пока что я буду придерживаться этого может быть знаете через месяц что-то изменится кто его знает да потому что это все очень переменчиво но на данный момент вот складывается так безусловно от таких происшествий ну как и от других ну мы говорим в данном случае про потерю посылки не застрахован никто и такое случается да и опять же повторюсь я бы могла понять если посылка потерялась на моменте перелета как порой бывает теряется багаж но когда посылка теряется уже непосредственно в городе даже не в осло а уже в Бергене ну как бы очень очень странно вот дети говорили обратись в полицию говорю да конечно сейчас тебе полиция будет заниматься таким расследованием давайте наймем частного детектива ну в общем да поэтому собственно говоря я включила подарки покупки в этот видеоролик и сейчас с вами собственно говоря давайте уже от грустненького перейдем к финишам их всего два но тем не менее они есть практически помещаются в кадр это маяки желаний совместный проект который наконец-то закончен вы помните что у меня были с ним не очень хорошие отношения что отшив мне давался не очень легко и после предыдущего видео я решила все силы бросить на завершение этого процесса благо этапы нам высылаются по их завершению то есть нет такого как в совином лесе что только раз в две недели в этом совместном проекте то есть ты отшил этап ты можешь присылать дизайнеру и он тебе высылает следующий не ждать какого-то срока и собственно я решила что я хочу с этим распрощаться как можно скорее и в принципе весь июль у меня ушел на отшив этого процесса ну за исключением да я прерывалась несколько раз на грибы ну там буквально на пару дней и я вот совершила я могу теперь выдохнуть свободно и спокойно потому что все это это для меня закончилось я этому очень рада и собственно я к этому стремилась из пяти заявленных процессов один у меня уже закончен что тоже меня безумно радует ну и то что я уже как бы отстрелялась потому что да он мне давался не очень легко я напомню что здесь очень много оттенков мулине какие-то из них сливались и плюс вот эти дробные три четверти креста тоже мне не очень понравились я рада полученному результату как это смотрится тоже достаточно хорошо достаточно симпатично и вы можете заметить что у меня здесь есть чаечки пара чаечек я решила ну как же маяк без чаек в оригинальной схеме ничего такого не было замечено я решила просто поэкспериментировать опять же не слишком много этих чаек сюда запихивать да как бы не создавать какой-то перебор в данном плане а наверное пометить этими чайками самые понравившиеся мне маяки мне очень зашел вот этот маяк в таких голубо-синих оттенках как-то вот ну мне видно близка вот эта гамма мне очень понравилось и вот вот этот бежевый маяк ну вот он на такой скале здесь тоже да прослеживаются возможно да как брызги волны и в частности вот эти французские узелки здесь играют ну вот наверное из всех вот этих сколько у нас здесь 10 маяков я могу выделить вот эти два вот это тоже симпатичные вот что он такой вот скале извивающийся достаточно ну и другие да они как такие некие знаете ну стандартные если можно это соотнести к маякам особенно то что касательно вот красных маяков полосатые да это вот где-то есть такое в мире да и частенько даже вот в Норвегии поблизости у нас здесь нет маяков но вот которые я находила фотографии они тоже в основном вот красные либо белые и вот шапочка у них может быть красная значит за получается июль у меня было вышло практически 10 тысяч крестиков вот на оставшемся этапе если быть точной то 9 тысяч 988 ну я говорю 10 тысяч я когда его закончила я стала присматривать да во что бы его можно было оформить и вот нашла вот эту вот рамку 30 на 30 это та же рамка в которой у меня чайка от РТО и первое время как только я ее закончила оформила я повесила на кухню на соседнюю стену с чайкой но какое-то время повесила но мне не очень наверное понравилось в плане ну они разные по размеру то есть да они перекликаются с новой они перекликаются багетом но тем не менее как бы маяки немножко задавливают эту чайку в плане габаритов и позже я маяки перевесила в коридор они сейчас висят там а другую вот чайку примитивную я вернула на место потому что вот как-то они мне кажется более гармоничны да вот они смотрятся на угловатой стене как раз они вот такие ну то что вот они одного размера а так-то они в принципе разные здесь здесь кстати у меня не было как бы кусков картона такого большого размера и я его натянула на вот тот картон который шел как задник для оформления ну судя по всему какой-то картинки или фотографии я натянула нитками и вот собственно за эти нитки как петельки у меня и висит вот потому что как-то по-другому ну никак вот эта вот штука мешалась поэтому и так нормально в принципе где-то я уже такое делала можно просверлить вот здесь вот дырочку под гвоздик и можно вешать сюда вот надо будет достать свою эту чуть не сказала бензопилу свою дрель и можно да просверлить главное аккуратненько чтобы не просверлить вообще насквозь тогда будет не очень буду ли я еще участвовать в подобных совместных проектах я не знаю но по крайней мере да все это идет в опыт и просто в дальнейшем ну как-то наверное чуть-чуть повнимательней надо быть к подобным схемам да понимать предполагать что они могут быть вот такими дробными рваными в плане этапов ну как говорится быть к этому готовым ну либо не быть вот и последняя работа это небольшая совсем небольшая это вот такой магнитик с кем бы вы думали с чайкой это получается наборный крафт не канва вот вышивка на эко кожи это тоже был подарок от Любы вместе с Атлантиной но вот вот эту малышку я я уже не помню в какой месяц я вышивала ну в общем она заняла можно сказать один день вы видите что здесь очень мало что вышивается примерно я знаете так прикинула для статистики ну можно зафиксировать 400 крестиков собственно она и готова шивала я ее нитками перле по 16 номер вот вроде как это аккуратненько ничего не видно мне очень нравится что здесь встроенный магнит вот в этот задник и понятно она сразу уже находилась на магнитной доске в принципе в общем вышивать мне понравилась на эко кожи да может быть немножко неудобно потому что это вышивка на руке и в инструкции знаете они такие хитрые они рекомендуют вышивать на магнитных пяльцах маленького размера понятно же опять же их производство возможно да это было бы удобнее но в комплекте в набор этих пялец не было да хотя я так раздумывала было бы неплохо знаете выпустить какую-то такую лимитную серию подобных наборов как раз таки с этими магнитными пяльцами да и вот у тех у кого нет таких пялец я думаю это было бы весьма уместно чтобы не искать их где-то отдельно вот но тем не менее я вышивала на руках все хорошо здесь есть местами дробный бэк и не всегда были дырочки но иголочкой в принципе это все вполне хорошо протыкалось в плане ниток здесь безусловно всего хватило всех ниточек такой веселенький органайзер единственное что мне показалось что вот оттенки 3-4 но они как бы отличаются чуть-чуть вживую и на камеру но понимаете какая фишка что когда вы вышиваете они сливаются вот то есть в этом плане не было смысла их здесь разделять то есть вполне можно было обойтись каким-то одним оттенком такого темно серого цвета на обложке было вот так в принципе как вы видите у меня получилось то же самое я ничего не меняла потому что я не видела смысла если честно что тут менять это очень такой да как процесс отдыхалочка процесс одного дня переключение опять же да вот этих майков очень было здорово переключиться на такую чайку и это опять же возможность попробовать что-то новое в моем случае это эко-кожа я на такой основе не вышивала то есть это мой первый опыт и первый набор в таком плане я знаю есть на такой основе делаются обложки на паспорта можно на какие-то блокноты закладки да что-то такое в общем и целом могу сказать что мне понравилось это было интересно вот если знаете вот что-то такое большое вышивать на эко-кожи я может быть не согласилась но вот какую-то такую мелочевку то что помещается в руках я вполне осилила и мне это понравилось мне это подошло вот собственно вот отсюда я взяла вот этот вот фрагмент чайки и вот здесь я их изобразила вот ничего как бы нового позаимствовала с этой схемой вот это то что касается финишов их оказалось у меня два как вы видите к выходному от пана я так и не притронулась хотя были мысли ну знаете как было бы неплохо закончить эту работу в ближайшее время пока еще мало майски тепло да и сходить в бухту и на фоне яхт сделать фотографии но я не стала себя как бы пинать в эту сторону я все-таки наверное дождусь когда у меня будет вдохновение и желание конкретно вышивать этот процесс да то есть не ради фотографий а ради именно своего желания и тогда я его закончу ну там в принципе осталось вышивать две с копейками тысяч крестиков там просто очень много бэкстича осталось может быть меня вот этот факт немножко знаете так останавливает и как-то не очень хочется и наверное больше хочется повышевать крестиков да на тех же тыквах что я собственно пока и делаю но возможно что вот как раз осенью я вернусь к тому процессу потому что я в принципе уже отдохнула от вот этих вот маяков я отдохнула на тыквах и на грибах и наверное можно повышевать что-нибудь другое посмотрим да мы это с вами увидим в следующем видеоролике я надеюсь что у вас будет такая возможность посмотреть это видео и посмотреть следующее да немножко под конец видео голос немножко пропал небольшая грусть да от вышесказанного но как бы все будет хорошо да все и так хорошо на самом деле буду и дальше вышивать буду и дальше вас радовать надеюсь что у вас тоже все хорошо что у вас было хорошее лето с какими-то своими радостями да личными не обязательно это все выставлять и рассказывать а вот с какими-то своими личными радостями личным счастьем очень надеюсь что это все у вас было и есть на этом я буду с вами прощаться увидимся в моем новом видеоролике всем отличного настроения и пока я же забыла сказать про книги я сейчас быстренько да для тех кому это интересно пару слов про книги значит этим летом ну даже частично весной я познакомилась с творчеством Фредерика Бакмана я думаю многие о нем слышали и в частном случае я начала свое знакомство с трилогией наверняка вы тоже о ней знаете трилогия о хоккее медвежий угол мы против всех и после бури мне очень понравилось ну вот прям очень могу сказать что изначально когда я прослушивала первую книгу первую вторую я брала в аудиозаписи последнюю я брала в тексте потому что на Литрес не было ауди я когда слушала медвежий угол вначале очень много о хоккее я ну как такой не то что сторонник хоккея но я как-то особо им не увлекалась не интересовалась в свое время мне нравился футбол но вот хоккей как-то вообще ни разу не цеплял и когда вот ты вот слушаешь про этот хоккей это такое ой что-то как-то ну вроде интересно а вроде и не очень как-то не можешь разделить но тем не менее как бы любопытство берет верх да я слышала очень хорошие отзывы об этой трилогии и такая давай дослушаем давай дослушаем и вот прослушав первую часть да там впоследствии потом события стали развиваться да уже стало более интересно то есть все конечно же вертится вокруг хоккея но не только и вот впоследствии потом слушала мы против всех и когда уже читала после бури я была в восторге после бури меня вообще дотронуло до слез то есть когда я читала я реально плакала потому что там случилась потеря одного человека и ты как бы не предполагала что это будет именно он очень было жалко героя и да я безозрения совести поставила пятерку этим трон произведениям мне очень понравилось очень тронула эта история как это все развивалось там очень достаточно много героев то есть нет такого что один какой-то главный герой а другие второстепенные нет там каждого своя история оно все перекликается пересекается ну в общем мне понравилось я думаю что вот эти три книги я бы спустя какое-то время их бы с удовольствием перечитала и потом я решила посмотреть на что же у Фредерика есть еще такого написанного и вот я прочитала Тревожные люди это такая забавная повесть она в преддверии нового года поэтому может быть я вам посоветую как раз таки накануне нового года почитать такая как бы история про разных людей конечно да кто о чем тревожится и так сказать история с хорошим концом и так же вот недавно я закончила читать здесь была Брит Мари тоже от этого автора мне тоже понравилось да она на пятерку у меня не набрало я поставила четыре но тем не менее мне было интересно ее читать возможно что-то еще я возьму у Фредерика пока что я сейчас читаю Ночь в Лиссабоне от Ремарка а в аудио формате вот как раз я закончила слушать Мост Дьявола Лорет Энн Уайт вот собственно это еще один автор с которым я познакомилась и от которого я в восторге если вам нравится истории детективного характера истории которые затрагивают тайны прошлого то вам нужно обратить внимание на этого автора мне очень понравилось мне безумно понравился дневник служанки вот это просто огонь вот я вам вот если не другие произведения то это произведение я вам рекомендую очень настолько увлекательно настолько неожиданный финал и настолько как это я люблю взымела справедливость ну просто я я была в восторге от этого произведения и вот собственно вы видите да это вот список книг вот я уже 67 книг прочитала и прослушала за этот год и я решила для себя выделять маркером те произведения которым я поставила пятерочку вот и собственно как вы видите n white у меня вот тут такая в приоритетах тайны пациента хороший но дневник служанки это конечно вообще the best of the best когда меркнет цвет источник лжи мост дьявола очень мне понравилось вот я уже прикупила еще несколько ее книг в аудио формате мне как раз это удобно в некоторых моментах на работе и порой я слушаю когда вышиваю когда знаете вот ничего не хочется смотреть не в плане рукодельных видео не каких-то сериалах или еще чего-то вот хочется наверное как-то от всего отключиться погрузиться в аудио формат какой-то книги находиться вот в этой атмосфере и вышивать вот все на этом точно все простите пожалуйста что я вот видите забыла забыла поэтому еще раз с вами прощаюсь все увидимся в новом видеоролике будет если еще что-то интересное в плане прочитанного я вам об этом скажу все пока что-то